МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телеканал «Тверь». Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Сегодня один из наших национальных праздников – День воздушно-десантных войск. Так широко, пожалуй, отмечают свой день только пограничники и военные моряки. Но сегодня все-таки о десантниках. Анна Шевчук, о начале празднования. Голубой берет и тельняшка – неотъемлемый атрибут сегодняшнего дня. Столь массово не отмечается ни один военный праздник. На площадь у обелиска Победы, где традиционно собираются десантники, пришло несколько сотен человек. Построение, традиционно шашлык, купание в фонтане. По программе пока. Ну, без фанатизма. Фонтан выбрали уже? Да их парочка здесь в центре. Выбор небольшой, но постараюсь. Традиция и борт. Несмотря на то, что многие из них уже давно ушли на гражданку, боевое братство для них – вторая семья. Невзирая на уже преклонный возраст и проблемы со здоровьем, поприветствовать бывших сослуживцев и тех, кто ежедневно одевает голубой берет, пришли и ветераны-десантники. Для Сергея Николаевича Серова это святая традиция. Служил я честно. Вот мои награды. У меня шесть орденов. Вот этот самый высший орден боевого красного знамени. Это в 43-м в октябре форсирует Неполь. И один я остался в живых, можно так сказать. Потом пехота подошла. В общем, немцы не убили меня, а мы их. Для каждого из них 2 августа – красный день календаря. Именно в этот день, 82 года назад, и появились воздушно-десантные войска. За эти годы крылатая пехота завоевала право называться элитой вооруженных сил. Праздник людей, для которых слова честь, мужество, долг, родина – непростые слова, а слова, которые привиты прививкой воздушно-десантных войск и сопровождают течение всей жизни. После торжественного митинга, минуты молчания, возложения цветов к обелиску победы, все сыны дяди Васи и гости праздника отправились на площадь у Суворовского училища. В первую очередь – к полевой кухне. Попробовать настоящую солдатскую кашу удается не каждый день. У нас такая кухня и была. Ну, так вкусно не готовят, конечно, но вкусно, очень хорошо. А вот и главный символ гвардейцев-десантников – парашют. Как известно, жизнь десантника висит на 28 стропах, а скоростная укладка парашюта ведет к скоростному спуску. Роман знает это наверняка. Сколько раз ему приходилось этим заниматься, ответить так и не смог. Сбился со счета. Это родное! Это же Д6 серии 4! Сначала налистывается кромка, укладывается аккуратно, потом раз-два укладывается, затягивается, вот там вот чехол лежит, она затягивается, потом купол просто набивается, остается сверху только стабилизирующий парашют, вот этот маленький такой, полутора метра в диаметре, а вот этого – 82 квадратных метра. Потом стропы укладываются в газыре. Газыре – это непосредственно на ранце десантном. Там есть специальные отсеки. Ну и потом, соответственно, туда купол. Все это застегивается, одевается прибор, все это завязывается на спину и можно в бой. Здесь же для всех гостей праздника и возможность прикоснуться к истории. С большим интересом тверетяне рассматривали боеприпасы, форму военных лет и настоящее боевое оружие. Завершился праздник концертом тверских артистов и показательными выступлениями по гиревому спорту. Однако главную традицию дня ВДВ – купаться в фонтанах никто не отменял. А потому настоящее веселье начинается только вечером. И в продолжении темы. Сегодня сразу в двух городах области открываются памятные знаки, посвященные десантникам. В Ржеве открылся памятник воинам батальона 204-й воздушно-десантной бригады под командованием старшего лейтенанта Белоцерковского. Они 70 лет назад высадились на помощь окруженной 29-й армии. Батальон выполнил свою боевую задачу и из окружения вышли 5200 красноармейцев. Ну а в Твери на здании областного музея сегодня была открыта памятная доска, посвященная нашему земляку Павлу Гроховскому. Он придумал сам принцип десантирования. Первым в мире он построил грузовые контейнеры для десантников, оригинальные конструкции опытных самолетов, придумал проект танка «Аэросани» и бронеавтомобиль на воздушной подушке. Первым в СССР он добровольно прыгнул с парашютом, проект которого подготовил собственноручно. Сегодня в день воздушно-десантных войск на здании Краеведческого музея губернатор торжественно открыл мемориальную доску, посвященную прародителю голубых беретов Павлу Гроховскому. В здании музея ранее располагалось Тверское реальное училище, где летчик-испытатель, конструктор и изобретатель получил азы технического образования. Родственники десантника-авантюриста рассказали, каким хулиганом и повесой он был на самом деле. Павел рос очень, скажем так, отвязным и очень хулиганистым парнем. И, в общем-то, считался грозой всей Твери, потому что с ним никто ничего не мог поделать. Да, действительно, был хулиганом. Это очень много где зафиксировано и в рассказах, в историях. И хочу сказать, что свой первый прыжок он совершил без парашюта, потому что ему пришлось убегать в очередной раз от городовых, и он забежал на вот этот старый мост арочный и с самой середины прыгнул в Волгу, а было уже холодно, и все думали, что он утонул. На самом деле он спокойно, благополучно выбрался. Но вот мне кажется, что вот именно после вот этого случая, наверное, прислала ему мысль, что надо изобретать парашют. И вот буквально в течение недели не только было принято решение об установлении мемориальной доски Гроховскому и выковечивании его памяти, но и все это было приведено, исполнено и торжественно открыто. И теперь, как говорится, душа всех наших родственников, да и вообще всех людей, которые действительно хотели отдать должное этому великому человеку, в общем-то, теперь мы спокойны. И слава Богу, что на нашей земле теперь вот такое возможно. Президент тоже не остался в стороне от праздника. Кстати, он первым поздравил десантников накануне. Вчера он побывал в Ульяновской области в расположении 31-й воздушно-десантной бригады. Кроме всего прочего, президент понаблюдал и за тренировкой парашютистов. 31-я воздушно-десантная бригада была сформирована в конце Второй мировой войны в январе 1945 года. Визит главнокомандующего начался с возложения венков к памятнику бойцам, погибшим при исполнении воинского долга. Затем воздушная пехота продемонстрировала президенту боевую выучку. И там же Владимир Путин прокомментировал разговор о том, что России и военно-политическому блоку НАТО не по пути. Если в Афганистане порядка не будет, на южных границах будет неспокойно. Это очевидный факт. Действующему руководству страна будет очень сложно удержать ситуацию. Там государство НАТО присутствует и эту функцию исполняют. Надо им помочь. Не нам же там опять воевать. Пускай они там сидят и воюют. И зачем нам вот таких ребят подставлять? Если грянет что-то такое, что потребует их участия, ну, я знаю, что они готовы. Но наша задача, задача политического руководства заключается в том, чтобы не создавать таких условий, как нужно осуществлять их применение в боевой обстановке. Теперь официальная хроника. Около 20 миллионов рублей, 10 от пенсионного фонда и примерно столько же от областной казны будет потрачено на ремонт 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Это решение принято на очередном заседании правительства региона. Впрочем, на этом же заседании говорили еще и о запрете на охоту в лесах и о спорте. Евгения Щетинина продолжит. В лесах Тверской области запрещена любительская спортивная охота на диких копытных животных. Запрет вызван широким распространением вируса африканской чумы свиней. Ограничения будут действовать до 1 ноября. Не менее важной проблемой стала безопасность людей в летний период. По данным МЧС, только за июль в водоемах Тверской области погибло 35 людей. Это меньше, чем за прошлогодний период, но ситуация все равно тревожная, отметил губернатор. Глава региона подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности людей, в том числе и на воде, относятся к обязанностям муниципалитетов. Но некоторые не предпринимают должных мер. Не надо с этим мириться. Вопиющие случаи с моста прыгают 20 лет. Что в голове? Я прошу МЧС, давайте совместные группы патрулированных. Униципалитетов от администрации на ближайшие выходные, на последующие выходные, пока стоит такая погода, в местах массового купания. Установившаяся жара усиливает и риск возникновения лесных пожаров. Похожая ситуация в других регионах также не дает поводов расслабиться, заявил губернатор. По его словам, в деле борьбы с лесными пожарами очень важно своевременное обнаружение очагов изгораний. Значит, беспилотники, средства мобильной связи. Самое главное, прошу наладить оперативное оповещение наших ЕДДС, соответственно, через наших лесников, арендаторов. Вовремя полученная информация позволит нам избежать последствий пожара. Правительство приняло решение утвердить несколько социальных программ. Одна из них касается ремонта девяти домов-интернатов для престарелых и инвалидов и оказания адресной помощи ко дню пожилых людей. Более 10 миллионов рублей на эти цели предоставит пенсионный фонд. Такая же сумма будет выделена из регионального бюджета. Вторая социальная программа обязывает желающих взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, пройти соответствующее обучение в школе приемных родителей. Это условие станет обязательным с 1 сентября. Задачами школы приемных родителей и этой программы является оказание психолого-педагогической, правовой, консультативной помощи, обеспечение приоритета именно семейных форм жизнеустройства. И, естественно, если люди будут проходить школу приемных родителей, то мы понимаем, что снизится риск возврата детей из семей. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании – повышение энергоэффективности в муниципальных образованиях. На оснащение многоквартирных домов счетчиками учета энергоресурсов в текущем году из областного фонда софинансирования расходов выделяется почти 300 миллионов рублей. Огромная просьба активно поучаствовать в городе в этой программе в связи с тем, что в целом у нас дома, которые требуют оборудования, большие многоквартирные дома, находятся в основном в городе Твери. И, в принципе, мы финансирование даем 90%. И, соответственно, у нас самая тяжелая ситуация, когда ресурсоснабжающие организации спорят по объему поставки тепловой энергии с управляющей компанией. Поэтому мы часть вот этой проблемы уберем. На повестке обсуждались и вопросы спорта. Так, на заседании принято постановление о проведении Кубка губернатора по игровым видам спорта – мини-футболу, волейболу и баскетболу. Соревнования пройдут в несколько этапов – с сентября по декабрь этого года и обещают стать одним из самых массовых спортивных событий области. Губернатор накануне проехался по Твери и посмотрел ремонт всего и вся. Говорят, остался доволен, но тем не менее отметил, что сроки ремонта надо все-таки выдерживать. Елена Глушкова с продолжением своей вчерашней истории. Рейд главы региона по Тверским дворам, находящимся в состоянии ремонта, только дворами не ограничился. Для того, чтобы сделать город комфортным для жизни, дел предстоит немало. Когда меняли нам теплотрассу, это гортепло, видите, вот оставили там ямы, вон там у нас даже отмостка провалилась около дома. Они, конечно, свою работу закончили некачественно. Я говорю не только об этом участке, но и в общем с территорией приводить. Помимо ремонта самих дворов, остро стоит вопрос о наличии достаточного количества парковочных мест. В своевременной обрезке зеленых насаждений и достойном содержании детских площадок. Первым этапом стали обращения жителей города в районные администрации с просьбами о благоустройстве дворов. Они-то и вошли в программу этого года. Следующий этап. По возможности мы будем стремиться передавать ее товарищам собственным жильям, управляющим компанией. Может быть, вы об этом не знаете. Дело в том, что сегодня все детские площадки, они находятся в собственности района. Ни один район не в состоянии, понимаете, там мало кто живет из работников районной администрации, да, и не в состоянии судить за ними. Когда вот жители возьмут отремонтированный двор, когда они возьмут хорошую детскую площадку, когда мы поможем им благоустроить территорию, сделать подсыпку землицы, кей и так далее, тогда у нас появится моральная возможность жителей спросить о этой территории. Ремонт стад дворовых территорий в Твери должен быть завершен до наступления холодов. Однако на этом мероприятия по выгоустройству города не закончены. Мы работаем над внутридворовыми территориями, плотно стараемся заниматься фасадами, рекламой, которая должна быть минимум в центре города. Растяжки должны исчезнуть с города, значит, с лица города. Вот я думаю, те люди, которые хотят, чтобы город становился красивым, комфортным, они видят и заметят эти изменения. И власть это покажет. Я разочарую тех, кто жил на том, что должно быть все грязным, неухоженно, заросшее, не работает. Так не будет. И вот шаг за шагом мы с вами вместе. К сожалению, пока без представительной власти в городе. Можно было делать в два раза быстрее. Но власть даже в этих условиях выполняет свою обязательность. Впрочем, решаются вопросы и со строительством пешеходных дорожек, и с содержанием городского электротранспорта. В части трамваев уже есть договоренность с одним из цирских банков об инвестициях в этот вид транспорта. Как благие начинания будут воплощаться в жизнь, тверетяне увидят уже в ближайшие годы. Синоптики прогнозируют дивную жаркую погоду на весь август. По другим данным, жарко будет первые две недели. И все бы хорошо, только вот у МЧС в этой связи прибавляется работа. В центре, конечно, пока не горит так же, как и в Сибири. Но что такое удушливый смог, мы с вами все прекрасно знаем. Сегодня об этом говорили на селекторном совещании руководители управления МЧС регионов, которые входят в Центральный федеральный округ. Впрочем, говорили не только об этом. Сумма среднесуточных температур, равная 4000 градусов по Цельсию, веский повод для введения особого режима пожарной опасности. В этом случае походы в лес за ягодами или на шашлыки населению заказаны. Местность будет патрулироваться сотрудниками МЧС за нарушение режима, а штраф от 4500 до 5000 рублей. При наступлении 4-5 класса будет введен режим ограничения и с пониманием относиться к данной ситуации. Силы и средства РСЧС Тверской области полностью готовы для возникающих ситуаций. Но опять же, обращусь к местному населению, потому что основная причина всех лесных пожаров – это неосторожное обращение с огнем в лесу. На сегодняшний день основные районы области находятся в 2-3 классе пожарной опасности. Пока у нас нет данных для введения 4-5 класса пожарной опасности. Горячая пора наступать не только в лесах, но и в школах и детских садах Тверской области. Здесь вовсю идет подготовка к приемке образовательных учреждений перед началом учебного года. Прежде всего автоматически пожарная сигнализация, которая позволяет оперативно сообщить о сигнале, что есть какие-то проблемы, какие-то возгорания. То есть это прежде всего. Но здесь в комплексе нужно расценивать, здесь помимо технических методов, плюс еще организационные вопросы, которые прежде всего решаются администрациями школ. Это и вопрос эвакуации, то есть все в комплексе будет смотреться. Проверка школы садов пройдет с 15 по 25 августа, после чего станет известно, какие учебные заведения откроют свои двери 1 сентября. Сменим тему и немного о спорте. Все равно болеем за наших в Лондоне, но не забываем и о доме. Уличный баскетбол на повестке дня и не просто, а Москва Оупен и, естественно, в Лужниках. На турнир собралось 16 команд из ближнего и дальнего зарубежья. Призовой фонд составил 20 тысяч долларов США. Все больше и больше народу интересуется баскетболом именно в таком формате. Нам, как федерации баскетбола, очень это лестно, что баскетбол развивается не только как классический вид спорта, но и вот в таком формате. Здесь и девушки, и молодые ребята пробуют себя. Мне кажется, что многое получается. Сегодня как раз в Лондоне ФИБО должно представить 3 на 3 как потенциальный олимпийский вид спорта. Поэтому скоро, может быть, даже в 16-м, а может быть, в 20-м году, скорее всего, 3 на 3 будет играться уже как один из видов спорта, разыгрываться медали по этому виду спорта на Олимпиаде. В итоге литовцы обыграли Румын со счетом 9-5. На награждении, впрочем, дело не закончилось. Были еще выступления на потеху публики. Игроки выделывали разные штуки с мячом. Теперь о русской загранице. Заокеанская Калифорнийщина очень даже пропитана русским духом. 200 лет назад там, на побережье, высадились 25 россиян. И после переговоров с вождем индейского племени Кашайя основали знаменитый Форт Росс. Таким образом, Форт Росс стал своеобразным представительским центром Российской империи в Америке. И в первой половине 19 века через представительство осуществлялась вся российско-американская торговля. В дни празднования крепость принимала гостей, в том числе и хор имени Пятницкого. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Послушать голос Родины собрались примерно полторы тысячи человек. Было весело и интересно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и в завершении программы кадры сняты на камеру мобильного телефона одним из наших зрителей. Шествие красоты по улице Трехсвятской. Безупречные до кончиков волос девушки решили доказать старую истину о спасении мира. А потому провели необычную акцию флешмоб женственности и красоты. Как говорят сами прекрасные создания, собой они решили украсить город. Начали с улицы Трехсвятской, из обязательных атрибутов платье и цветок. По правилам девичника его нужно подарить незнакомке на улице, желательно самой печальной или озабоченной проблемами. Так, по мнению очаровательных особ, мир станет красивее, а женщины вокруг счастливее. На этом все. Алексей Алексеевич, вас еще раз с праздником. Не переусердствуйте сегодня. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова